В сегодняшнем уроке мы с вами разберем такой интересный элемент как Bottom Navigations. Этот элемент является одним из многочисленных элементов, входящих в библиотеку Material Design. Сначала я вам расскажу, что такое в принципе библиотека Material Design и для чего она была создана. Когда разработка находилась в начальной своей стадии, многие разработчики вручную создавали такие элементы, как кнопка, различные навигационные бары, различные панельки, да, и получалось все хаотично. Получалось, что вроде бы все приложения на Андроиде, они работают на Андроиде, но выглядят по-разному. Поэтому компания Google решила создать единые элементы для всех мобильных приложений. И компания Google создала библиотеку Material Design, с помощью которой требовала от разработчиков использовать именно элементы, в лучшем случае элементы из этой библиотеки. Сюда вошли очень большое количество различных элементов, мы их будем все проходить на курсе. Но особый интерес представляет элемент Bottom Navigation. На прошлом блоке вы рассмотрели один довольно частый подход, встречающийся к созданию навигации в мобильных приложениях, это Android Architecture Component. Также существует немножко другой подход, который называется Bottom Navigation. Сейчас вы перед собой на экране видите Print Screen, то есть фотографии сделаны из популярных приложений, таких как YouTube или Instagram. И вот в самом низу находится этот Bottom Navigation. Что происходит при этом? У вас суть в следующем. У вас есть одно Activity, то есть один главный экран, одно Activity, как в Android Architecture Component. В этом Activity вы внизу размещаете вот эту Bottom Navigation. И с помощью вкладок при клике, при табе, при табе пока конкретной вкладки, то есть по конкретной кнопке загружается контент для этой вкладки. Причем он загружается с помощью фрагментов, с которыми мы уже знакомы. И для того, чтобы использовать, так как я сказал ранее, что этот элемент входит в состав библиотеки Material Design, нам нужно подключить эту самую библиотеку Material Design. У вас будет ссылка вот на этот сайт, где компания Google рассказывает, как подключить этот Material Design. Я буду брать со своего рабочего проекта это приложение, которое разрабатываю для барбершопов. И мы давайте подключим Material Design. Но сначала, во-первых, подключим уже известные новичьи. Во-первых, Data Binding. Я просто буду копировать. Ну, я уверен, вы уже с этим всем знакомы. И давайте здесь мы открываем Gradle. Это я пример для вас создал. Учебный пример. Обычное пустое приложение. Здесь ничего особенного нет. В Build Gradle для Applications заходим и вставляем вот сюда наш байдинг. Да, и нам нужно подключить еще Java 1.8. Вот здесь Java 1.8. И теперь подходим к самому главному. Для начала нужно подключить нам... Ну, не для начала, а вообще нам нужно подключить нам библиотеку Material Design. Вот он сайт, про который я вам говорил. И здесь мы должны скопировать с вами вот это выражение. Копируем. Копируем. Переходим в наш учебный проект. И вставляем. Ну, можно в самом низу пробел можете так сделать. И вставляем. Подключение этой библиотеки. Теперь, что мы делаем. Далее, мы должны вставить сюда версию. Точнее, здесь создать. Я возьму эту версию со своего учебного проекта. Вот. Версию я в учебном проекте. Сейчас копирую. Ctrl-C. Вы просто видите этот. Вот наверху. Мы уже в прошлых уроках так делали. То есть, мы создаем переменную версии. И я использую версию 1.2.1. А здесь, где мы подключали саму библиотеку Material Design, вместо Version, мы должны вставить название переменной. Мы просто ставим знак доллара и название переменной MD. После чего, мы должны вставить, сделать это все в двойных кавычках, а не в одинарных. Все. Мы подключаем эту библиотеку. Теперь по поводу версии. Смотрите, также будет ссылка на сайт. Я вам дам вот они все популярные версии на текущий момент. Сейчас я, видите, подключил 1.2.1, потому что это самая такая проверенная, плотно работающая версия. Здесь, видите, приставки Alpha стоят. Приставка Alpha стоит у той версии, которая еще проверяется, она тестируется. Не факт, что она будет хорошо работать. А когда уже она хорошо работает, уже создается версия Beta. И потом уже более плотно, когда 1.2.0. Ну вот, вы можете, в принципе, 1.3.0 использовать, но лучше используйте, вот как я, 1.2.1. Также ссылка на этот сайт будет в описании. Также будет ссылка на презентацию Bottom Navigations. Можете почитать. Но тут довольно-таки сложно и иногда даже очень сложно разобраться. Поэтому просто посмотрите этот видео урок и сделайте так, как я вам рассказываю. Давайте возвращаемся. То есть мы подключили, мы создали версию базы данных Material Design. Мы создали, мы ее подключили. И теперь нам нужно еще кое-что сделать. В папке Value есть папка Style. Есть файл Style. Переходим. И нам нужно заменить стиль нашей темы. В общем, сейчас вам покажу. Нам нужно скопировать, просто скопировать. Я скопирую с рабочего проекта. В стиле заходим. И вот вам нужно вот это выражение. Я вам расскажу, где его взять сейчас. Просто заменить эту родительскую нашу, родительский наш стиль, родительскую нашу тему на вот эту. Это будет тема Material Component Light, но Actions Bar. То есть без Actions Bar. Сейчас вам покажу вот тут на сайте, где мы подключали. Вот где мы подключали. Есть вот она тема. Но их очень много разных. Но вот это вот самая нормальная. По-моему, вот Light. Light. Вот она. Сейчас, минуточку, посмотрю еще раз. Да, вот. Вот эту тему подключаем. Light, но Actions Bar. Их много разных. Но вот это самая рабочая тема считается. Итак, мы все подключили. Но она, видите, как видите, она сейчас красного цвета. Потому что мы еще не синхронизировали проект. И по факту библиотека еще не загрузилась. Синхронизировать. Итак, как вы видите, у нас все синхронизировалось. Стиль подключился. Все отлично. Сейчас мы с вами создадим Bottom Navigations. У нас в Bottom Navigations будет три пункта. Это Home. Главная вкладка будет у нас вкладка Receptions, то есть заявка и Shop Magazine. Эти три вкладки это будет такое меню. Поэтому нам нужно создать меню. Для этого становимся на папку Res. Ресурс. Правой кнопкой мыши создаем пакет. То есть директорию. Директорию. New Directory. И создаем меню. Прямо называем папку Menu. Все. Она создана. Теперь становимся на папку Menu. Правая кнопка мыши. New. И меню ресурс файл. Здесь нужно задать имя. Имя может быть любое. Ну, например, логично, Bottom. Нижнее подчеркивание. Меню. Если два слова у вас в названии, то делайте через нижнее подчеркивание. Ок. Открываем папку Menu. Открываем файл Bottom Menu. У нас создался такой вот файл. Опять же, теперь нам нужно создать все по пунктам. Я сейчас просто скопирую с рабочего проекта. Вот так. Вставляю первый пункт. И еще, помимо этого, нам нужно будет... Опять же, образцы кода я вам пришлю. Вы скачайте под видео. Все это будет. Даже, возможно, и даже, наверное, я вам файл прикреплю этот. В общем-то. И еще нам нужно подключение библиотеки App. В общем, мы сюда еще подключаем библиотеку App. И вот смотрите, это первый пункт меню. Вот он. Item. Это первый пункт меню. У нас их будет три. Давайте скопируем еще два раза, чтобы у нас было три пункта меню. Два. Три. Смотрите. Первый это идишник. Это... Вы уже знакомы, что такое идишник? Первый будет Home Item. Здесь будет, допустим, Reception. Receptions. It Item. И Shop Item. Все. Айдишники мы задали. Теперь, что такое Show As Actions. И значение If Room. Это атрибут отвечает нам за то, будет ли отображаться данный пункт меню, если у смартфона не хватает места для его отображения на экране. И If Room означает, что будет отображаться всегда. Если вы поставите другое значение, то может там вместо этих пунктов появятся три точки. Пользователь кликает на три точки и выезжают под меню, и там они уже будут. Но вы будете такой вариант крайне редко использовать, потому что вы будете четко планировать, сколько у вас иконок будет в вкладах. И поэтому If Room у вас будет стоять в 90% случаев. Поэтому вы запомните это как мантру, что If Room ставим всегда. Здесь Show As Actions. Ставим всегда If Room. Далее у нас есть Title. Это название нашего пункта, который будет отображаться, когда мы, в принципе, кликаем по данному пункту. И он активный. Мы должны правильные заголовки задать. Для этого Value String. Строки. Сейчас мы скопируем эту строчку три раза и зададим. Раз, два, три. Смотрите. Первое значение. Это не значение. Это Name. Как вы знаете, это такой атрибут, по которому мы будем связываться. Пусть будет здесь Home. Здесь, ну это вы уже все знаете. Reception. И здесь будет Shop. И здесь тоже самое. Называем уже здесь. Это уже название, которое будет отображаться именно в мобильном приложении. Reception. То есть заявка. И Shop Magazine. И Shop Magazine. Давайте вернемся в наше меню. Здесь у нас будет, уже видите, определилась Home. Здесь будет заголовки Reception. И здесь будет Shop. Но это еще не все. Нам нужно подключить иконки для этого от bottom navigations. Для этого есть папка Drawable, где содержатся все изображения наши. Правая кнопка мыши. New. И Vector. Именно не Image, а Vector. Открывается панель загрузки иконок, которые находятся в базовой библиотеке Android. Кликаем вот по этой иконке. И отображается, сейчас отобразится библиотека. Тут очень много иконок, но мы можем искать по опции. По поиску Home. Вводим название Home. Вот домик. Выбираем домик. Ок. У нас будет панелька нижняя черного цвета, поэтому иконки и текст нужно сделать белыми цветами. Вот здесь кликаем Decolor. И выбираем цвета. Можно тут мешать их. Ну, тут очень все просто, разберетесь. Выбрать. Здесь можно менять размер, но нам не нужно его менять. Кликаем. И, подождите, здесь в Name задаем название иконки. Это очень важно. Home. Сделали название. Загрузили иконку. Выбрали цвет. Next. Finish. Первая иконка готова. Видите, она уже отобразилась. Ну, определилась. Теперь, кстати говоря, видите слева, вы можете видеть, какие иконки подгружаются. Теперь, следующая. Это следующая иконка. Вектор, да, у нас. Это заявка. Можно найти иконку Edit. Вот такую иконочку. Да, сейчас не столь важно, какие иконки. Главное понимать, как все работает. Reception. И также белый цвет. Next. Finish. И давайте сюда вторую иконочку. Подгружаем. Reception. Третья. Это иконка. Это Shop. Прямо здесь. Ищем. Shop. Давайте вот такую иконочку возьмем. И прям называем это все Shop. Отлично. И прям здесь название Shop. Все. Отлично. Значит, меню мы сделали, которое будет в основе лежать нашего bottom navigations. И теперь мы можем его закрыть. Можем строки закрыть. Стили закрыть. Ну и Build Gradle тоже закрыть. И переходим в наше Activity. TextView можем удалить. Теперь нам нужно разместить виджет bottom navigation. Вы можете создавать с нуля. Можете скопировать. Я вам дам готовый код уже. Чтобы вы особо долго с этим не возились. Я возьму его из своего проекта действия. Работающего, которым я сейчас занимаюсь. В общем, ситуация следующая. Bottom widget bottom navigations. Его можно разместить только внутри определенного компоновщика. Как вы помните, мы разбирали с вами, что такое constraint layout, линейный компоновщик, liner layout. А есть еще третий, координатор layout, в котором мы должны разместить это bottom navigations. У вас также будет под видео ссылка на этот код. Я его просто скопирую. Сейчас мы все разберем. И вы прямо внутри нашего constraint layout, то есть экран, включает в себя главный компоновщик constraint layout. И внутри этого constraint layout мы уже отображаем наш другой компоновщик, координатор layout, который содержит в себе bottom navigations. Вот так. И теперь что нам нужно сделать. Мы, во-первых, должны все это, как вы помните, через data binding все в layout заложить. Затем мы должны все это скопировать, удалить и вставить внутрь layout. Причем подключение библиотек, вот этих трех, скопировать и вставить внутрь layout. Сюда. И вот так вот подтянуть. Сейчас скрою этот, чтобы нам не мешал. Я не особо люблю визуальные вот эти вот отображения, потому что на физических устройствах всегда все выглядит по-другому. Что здесь мы можем разобрать? Во-первых, давайте про координатор layout поговорим. Мы придаем ID-шник. Но вы можете сейчас ID-шник ему никакой не придавать. Это мне нужно было для проекта. Но, в принципе, пусть остается. Координатор layout с ID-шником, да. Ну, например, sections, bottom, navigations. Нормально. Ширина во всю ширину. Должен во всю ширину быть. В wrap content. Высота по контенту. Он должен отображаться. Запомните вот это отображение в constraint layout. Как он должен быть? Где координатор layout должен быть? Он должен быть нижний край к нижнему краю родителя. End of parent. Start of start of parent. То есть, по концу и по началу к родителю. Вот запомните просто вот эту компоновку внутри constraint layout. Далее идет уже внутри этого координатора layout компоновщика лежит bottom navigation. Сам виджет. Мы даем ему обязательно ID-шник, потому что с ним будем работать. Ширина во всю ширину по родителю идет. То есть, весь экран. Высота. Запомните вот это выражение. То есть, высота action bar. Это фиксированная высота, которая принята в андроиде для action bar. Далее мы его располагаем нижний край, к нижнему краю родителя. То есть, чтобы внизу расположить. Фон мы делаем как color accent. Но нам нужно его сделать все-таки черным. Поэтому color primary мы делаем. Чтобы он черный был. Elevations это уровень затемненности. Этот уровень затемненности позволяет придать выпуклость. Это тоже всегда у вас будет 16 dp. Так и оставляете. Item icon tint. Это мы устанавливаем цвет иконок данной в каждой вкладке. Это очень важно. Цвет иконок данной вкладки. И здесь мы можем дать как акцент. Color accent. А это далее следующий атрибут. Item text color. Ну, это цвет заголовка в каждой вкладке. Тоже мы можем дать как акцент. А вот здесь теперь app menu. Мы подключаем то самое меню, которое с вами создавали для bottom navigation. То есть, вот оно уже у нас подключено. Ну, то есть, вы можете здесь даже, как у нас там, bottom menu называется. Ну, вот оно высвечивается, сразу подключается. Все. На этом в layout, в самом, в activity, в XML шаблоне, именно activity, в XML файле activity, мы больше ничего не делаем. Теперь переходим к самому main activity. И тут также я буду брать сайт со своего образца приложения. И тоже я вам заранее советую на будущее уже создавать образцы своего кода, для того, чтобы просто, когда вы делаете на приложение на заказ, быстро просто копировать и менять. Значит, что мы здесь делаем? Во-первых, ну, по стандартам давайте, мы просто должны подключить байдинг, да? Например, private war binding, activity main binding. В общем, я не знаю, в прошлый раз рассказывал, нет. Помните, мы раньше ставили latennit, то есть, здесь специально ключевое слово, которое позволяло, оно, короче, это слово позволяет не инициализировать данную переменную в самом начале, перед тем, как мы что-то в нее положим. Но очень многие разработчики высказались насчет того, что это большой костыль и что лучше так не делать. Это так можно делать, но многие там взбудоражились и сказали, что это лучше так не делать. Нужно класть нулабельную переменную, поэтому мы ставим вопросительный знак и равняется нул. Все, теперь дальше. Здесь уже обязательно var, а не val. Но об этом мы в Kotlin, когда будем основы Kotlin изучать, будем об этом говорить. Здесь binding, data, binding, утиль. Но даже не здесь это мы должны сделать, а чуть ниже. Вот здесь мы это должны сделать. Ставим точку, присоединяем setContentView, здесь ставим слово ключевой язык, то есть этот и запятая. Все. Все, мы binding подключили. Теперь нужно поработать именно с ботом Navigation. Значит, сейчас у вас также будет ссылка на код этот в описании. В общем, что мы сделали? Мы через binding подключаемся по идишнику к ботом Navigation. Вот он у нас, идишник к ботом Nav. И вот мы подключаемся через нулабельные переменные. Когда мы используем нулабельную переменную, мы подключаем, ставим вопросительный знак. И так как у нас binding по умолчанию нулабельная переменная, то здесь также вопросительный знак. То есть раньше мы могли сделать здесь латенит, слово стояло, да, и мы могли не инициализировать его как нулабельную перемену. Сейчас лучше всего делать вот так вот, класть класть нулевое значение и обращаться уже через binding. После каждого действия с binding ставим вопросительный знак. Ну, если вы даже не поставите, и вам компилятор уже Android Studio самово скажет, что нужно поставить. Что мы сделаем здесь? Сюда мы записываем метод, который будет обрабатывать нажатие по вкладкам нашего ботом Navigation. Здесь мы через функцию SelectedItemId устанавливаем по умолчанию нажатую же вкладку. То есть мы должны сказать, как сейчас я менюшку открою, чтобы было понятно. Вот у нас первое, у нас меню HomeItem, да. Нам нужно сделать HomeItem, то есть вкладку Home по умолчанию активной. Для того, чтобы сделать эту вкладку по умолчанию активной, мы ее кладем через этот метод SelectedItemId и указываем через ID, какая вкладка должна быть активная. Далее нам нужно окрасить наш ботом Navigation, придать ему определенный цвет фона. У нас должен быть цвет фона черный, поэтому мы используем метод SetBackgroundResource и указываем в качестве черного цвета. У нас Primary, по-моему, Color Primary. Color Primary. Вот черный цвет. Все. И теперь нам нужно все, что нужно сделать. И теперь все, что нужно сделать, вставить метод обработки кликов нашего ботом Navigation. Вот тут, где заканчивается метод OnCreate. Спускаемся вниз. Также ссылка на этот код будет в описании. Но я сейчас все вам расскажу. В общем, вставляем этот код. И вы видите, значит, я специально сейчас все это удалю, чтобы вам было более понятно, как это делается. То есть вы должны получить вот такой код. Почему он окрасился в красный цвет? Потому что мы не подключили интерфейс. То есть мы не подключили интерфейс, который реализует этот метод. То есть есть некий файл, по которому прописана реализация этого метода. Для этого мы вот здесь, где получается, где описывается наследование от общего класса AppCompateActivity, ставим запятую, вводим. Мы подключаем именно вот этот класс BottomNavigationView. Ставим точку и выбираем OnNavigationItemSelectedListener. То есть вот этот интерфейс, который реализует методы клика по его элементам. И все сразу окрасилось. И здесь убрали, ушла ошибка, и здесь ушла ошибка. Теперь немножко сейчас будет из основ Котлина. Мы теперь должны в этом, внутри этого метода указать, что будет происходить при клике по каждому пункту BottomNavigation. Для этого будем использовать специальный условный оператор. Существует, во-первых, основной условный оператор, это if-else, он сюда не подходит. И есть еще один оператор, который делает именно выборку по элементам. Он называется when. Что мы делаем? Мы вот здесь, внутри этого метода спускаемся, вводим ключевое слово when. Внутри этого условного оператора нужно указать объект, которому мы будем применять действия. У нас каждый пункт это Item. То есть вот он, Item, который является, который прописан в базовом классе меню Item. Ну, вы даже не обращайте внимания. Вам нужно здесь поставить Item. Поставили. И мы к нему будем обращаться по индивидуальному идентификатору. Ставим точку, ставим точку и выбираем Item ID. Все. Теперь пробел, фигурную скобку. И здесь мы будем прописывать. Как вы помните, у нашего меню, которое мы отнесли к BottomNavigation, есть ID-шники, которые мы прописали. С ними мы сейчас будем работать. Здесь мы вводим первый ID-шник r.id.homeitem. Сразу вот он, этот ID-шник у нас у первого пункта. Homeitem. Далее мы ставим пробел, тире, и вот такую скобку у нас появляется как стрелочка, пробел, и ставим кавычки. И внутри этих кавычек мы уже будем прописывать далее загрузку фрагментов соответствующих. Давайте сейчас скопируем еще раз, несколько раз этот момент. И еще раз этот момент. И здесь второй у нас называется. Receptions item и shop item. Так, и внутри нужно будет прописывать загрузку фрагментов. Ну, фрагмент у нас еще не созданный, так что давайте создадим фрагменты. Как создавать фрагменты вы уже знаете. Ну, давайте я первый фрагмент для вас-то создам. Первый фрагмент назовем... Фрагмент хом, фрагмент хом, фитиш, пошло дело. Здесь сразу приводим к соответствующему виду. onCreateView Вот так вот. Да, и вот давайте фрагмент хом. Здесь мы будем... TextView здесь прям запишем, что это хом. Это уже... Это уже XML, да, файлик для фрагмента. Мы тут не будем особо ничего размещать. Просто вы уже знаете, что такое фрагменты. Поэтому хом. Далее второй фрагмент. Это reception. То есть заявочка, да. Finish. И тут опять же все приводим к правильному состоянию. Удаляем вот это все лишнее. Так. И фрагмент reception. Здесь пишем, что это у нас... Reception. И давайте третий фрагмент мы создадим. Это у нас... Так, фрагмент. Shop. Этот фрагмент shop finish. И тут так же все это. Когда вы, конечно, здесь какой-то контент размещаете, вы уже это, да, и по дату binding все это переделываете. И, в общем, сейчас главное понять принцип. Все. Все это сделали. Сейчас я, ну, чтобы долго не искать, у меня есть код загрузки. Ну, опять же, знаете, этот код загрузки и фрагменты с прошлого урока. Итак, нам теперь вот эти home, reception и все эти можно фрагменты позакрывать. Они нам больше не нужны. Мы их просто создали и все. Теперь, внутри первого элемента, home и item, мы при клике говорим, что мы будем загружать именно этот фрагмент. Да, и теперь мы говорим, что это будет фрагмент home, но нам нужно в activity, в нашем, в котором расположен этот bottom navigations, создать фрагмент. То есть вы уже знаете, как это делается. Frame layout, match parent, пусть будет на всю ширину, на всю высоту, да. Все, и закрываем. Вот он, наш фрагмент. И теперь в main activity все определилось. Теперь давайте скопируем его для остальных фрагментов. Так. И для третьего также. Просто вместо home здесь у нас будет фрагмент receptions, а здесь будет у нас shop. Так, отлично. И нам осталось сделать еще последнюю вещь. То есть мы уже по умолчанию установили, что вкладка будет активна home item. Мы установили фон. Мы повесили метод обработки кликов. Мы прописали метод этот обработки кликов. То есть мы описали, применили условный оператор when, обратились к пунктам нашей навигации, указали, подключились к каждому пункту, указали загрузку фрагмента. Но помимо того, что должна быть активна какая-то вкладка bottom navigations, также должен быть активен контент этой вкладки по умолчанию. В данном случае у нас по умолчанию должна быть активна вкладка home item, поэтому во фрагменте на экране у нас должен быть контент этой вкладки. То есть по факту мы во фрагмент по умолчанию должны загрузить нашу вкладку. Для этого просто, ну вот здесь можете в любом месте, где уже банк подключили, ставить загрузку. Ну опять же загрузку фрагмента вам уже известно. Вкладка у нас home по умолчанию. Если бы у вас была по умолчанию вкладка shop, то мы здесь shop поставили. Так как по умолчанию подгружается вкладка home, вы ставите загрузку в вкладке home. Все. И у нас все готово. Теперь давайте соберем наш проект. И вот, пожалуйста, у нас внизу вы видите bottom navigations. Сейчас видите, в левом верхнем углу home написано. Значит, вкладка home активна. Home. Receptions кликаем. Shop home. Как видите, все это очень быстро работает. Это вкладки. Они работают очень быстро. Теперь насущный вопрос. Сколько их можно разместить? Google рекомендует, именно не Google, а Android. Но Android является собственностью Google. Поэтому Google рекомендует использовать не больше 4 вкладок. Я видел и 5 вкладок, но 3-4 это вот то самое, что нужно. 4 идеально, 3 тоже хорошо. В общем, так создается bottom navigations. Смотрите сейчас следующее видео. Там я расскажу вам про историю создания bottom navigations и про то, какие варианты actions баров есть для использования вместе с этим bottom navigations. Там очень интересная, в общем, я небольшой рассказ сделал, да, я вам расскажу, что можно еще как использовать и какие с этим проблемы и почему Google само себе, сами себе палки в колеса вставляли.